В этом эфире это значит, что в ближайшие полчаса можно задать свой вопрос гостям студии. Телефон прямого эфира 246 50 33. Алина Тимуровна, давайте начнем вот с порядка работы. 1 сентября дети идут в школу, дети идут в детские сады. И как идет подготовка к этому важному шагу, важному событию? Да, вы уже отметили, что с 1 сентября у нас детские сады начнут работать в штатном режиме. Но сейчас ведется работа с родителями, руководители готовят образовательные учреждения, готовятся графики. Чтобы дети не все сразу пришли, а была какая-то системность. Новые дети приходят, маленькие. Им нужно проходить адаптацию. Будут дополнительно графики, индивидуально с каждым родителем отрабатываются. Так как на сегодняшний день доступ родителей в детские сады у нас ограничен. И родительские собрания также проводятся в онлайн режиме. То есть тоже зум-конференции, да? Зум-конференции, да. Или индивидуально также по графику приглашаются с каждым родителем. Игровые занятия посмотреть или есть обучающие. Поддержка семей, имеющих детей. И весь перечень учреждений там также у нас имеется. Ну и, конечно же, это руководители детских садов. Они подскажут, куда позвонить, как у них... Тоже это вся информация. Растим детей. Растим детей, да. Федеральный портал. И сайт, еще раз повторю, kidsbgpu.ru. Это вот проект, о котором мы говорили. Сетевой электронный детский сад. По-моему, он даже был представлен в 2018 году на московский салон образования. Да, совершенно верно. Этот проект мы представляли и на Уфимском международном салоне образования, и на московском международном салоне образования. И также хочу сказать, что на этом сайте также предусмотрена консультация всех категорий, и педагогов, и родителей, и всех, кто интересуется. И там даны контакты, как получить консультацию, а также как поучаствовать и стать автором, разработчиком, тем. Да, здорово. Но вот как все-таки продвинулось, буквально, если опять вернуться к началу нулевых, интернета практически еще не было. Я сама тоже, как молодая мама, покупала книги по разным методикам. Это надо было все искать. Сейчас это все в одном месте, все уже объяснено, разжевано, показано. Надо только вот делать, наверное, да, если родители заинтересованы. А вот что показывает практика, насколько родители заинтересованы? Приходилось сталкиваться с активными родителями? Знаешь, что в школьной среде есть у нас целая ассоциация продвинутых родителей. А вот на уровне дошкольного образования есть какие-нибудь такие группы? Да, конечно, родители у нас сейчас очень заинтересованы в воспитании, образовании ребенка, и поэтому есть сообщество родителей, группы. Тема, как, допустим, образ Салавата Юлаева, Красная книга Республики Башкортостан. Наверное, многих пап заинтересует такая тема, как клуб Салавата Юлаева. То есть хоккей тоже представлен. Да, хоккей представлен, да. И, ну, внесу такую небольшую интригу, остальные темы не скажу. Вот они у нас с региональным компонентом, и там очень много полезной и интересной информации, как для педагогов, так и для родителей. Наверное, и праздники представлены, какие-то костюмы национальные. Совершенно верно. Все вот эти вещи, которые могут быть интересны. Детям танцы, песни. И танцы и песни представлены. А потешки различные, скороговорки. Есть ли возможность на башкирском языке, тоже контент представлен на сайте? Есть возможности на башкирском языке. Я хочу отметить, что проект разрабатывается в течение нескольких лет. И мы проводим не только разработку материалов, но и большое идет формирование. Одна из вкладок сайта – это документы. Это формирование самого содержательного контента документов, как методических материалов для педагогов-родителей, так и материалов для организации работы детского сада в условиях электронного образования. А для того, чтобы организовать такую работу в детском саду, конечно, мы должны научить педагогов. Поэтому кафедра дошкольной педагогики и психологии Акмулинского университета в прошлом учебном году провела два больших потока курсов, обучающих повышение квалификации для педагогов республики. Один из курсов как раз был направлен на то, чтобы научить педагогов разрабатывать и использовать контент электронный на 84 часа. А второй, вот отвечая на ваш вопрос, он более расширенный, этот курс, он на 108 часов, и он включает уже как раз знакомство и разработку на родном языке. История, культура, родной язык. Именно три блока вот этих вот курсов посвящено родному языку. Да, это очень важно. И родной культуре. И то, что вы сказали, не просто использовать, научить использовать, но и разрабатывать. Это как раз тоже очень такой креативный творческий момент. И здесь, вот вы сказали, 300 пока педагогов у нас бесплатно обучили. А вообще, если вот педагогическую армию дошкольную представить, это сколько примерно у нас? Более 19 тысяч педагогов. Более 19 тысяч? Более 19 тысяч педагогов у нас работают в детских садах. Ну, то есть объем работы большой. Объем работы большой. Предстоит еще, да, всех обучить и задействовать. Ну, наверное, это просто неизбежно. Все равно вот понятно, что невозможно обрабатывается тема электронного дошкольного образования. Ну, то есть какие вообще формы дистанционные возможны, в принципе, вот с маленькими детьми в работе в детских садах? Совершенно верно. Форму электронного образования на кафедре дошкольной педагогики и психологии Башкирского педагогического университета имени Мифтахидина Акмулуму мы стали разрабатывать с 2017 года. Министерство образования и науки Республики Башкортостан объявило грант по разработке проекта «Сетевой электронный детский сад Республики Башкортостан». И совместно с Ассоциацией электронного образования Республики Башкортостан мы активно приступили к этой работе. И как оказалось, вот эта работа, которая начиналась несколько лет назад, она стала особенно актуальной в этом году, как раз к тому периоду, когда проект уже был реализован, сформирован в своем содержании и методическом наполнении. То есть он не подгадан под пандемию, он просто был плановый. Он был плановый, да, и наша республика, она вступила в этап пандемии, как раз подготовленный, у нас была уже база для того, чтобы этот проект подготовить в течение нескольких лет. И в период пандемии мы могли опереться на те разработки инновационные педагогов Республики, которые востребованы, оказались как никогда. Вот давайте расскажем, в чем суть этого проекта, сетевой электронный детский сад. Ну, звучит как немножко фантастически, да? Как вот себе представишь, что это где-то в сети, в интернете? Совершенно верно. Вы, как и любой другой человек, родитель, педагог, просто интересующийся этим направлением, может зайти на сайт, это созданный специальный сайт, называется он kidsbgpu.ru, либо задав в поисковой строке любого браузера сетевой электронный детский сад Республики Башкортостан. Что же означают эти слова? Слово сетевой подразумевает то, что каждый, кто обратился к ресурсам этого центра, может пользоваться достижениями, инновациями, разработками участников. То есть, ни одного какого-то детского сада, ни одного педагога, а лучшим инновационным опытом, тем достоянием педагогическим в области дошкольного образования нашей Республики, который был накоплен и теперь представлен в рамках этого ресурса. Электронный. Электронный – это значит, мы, используя электронные системы образования, можем применять их не только в электронной среде, но и в работе с детьми. Допустим, там могут быть разработаны методические материалы в этой электронной системе, которые педагоги или родители могут как изучить, открыв сайт, так и скачать. Например, там очень много иллюстративного материала к проведению занятий с детьми. Это картинки, примеры поделок, тематика рисунков, даны материалы по чтению с детьми, проведению подвижных игр, дидактических и разных других направлений. Таким образом, у нас в рамках вот этого сайта могут работать педагоги, могут использовать ресурсы сайта, конечно, родители, что очень ценно сейчас, и мы материалы используем с самими детьми. То есть, я так понимаю, что вот по максимуму объединили всю полезную информацию, да? То есть, это и библиотека, то, что касается чтения, и игротека, и всевозможные игры, сценарии. И медиатека, там есть фрагменты занятий, когда педагог или родители могут и посмотреть, и провести аналогичное, или использовать это же занятие в своей работе с детьми. И, конечно же, сами конспекты и подборки, как вот вы правильно сказали, и игр, и художественной литературы, и много других методических полезных материалов. И все это авторские разработки в основном? Или вы изучали, обобщали опыт существующий, современный, например? Это авторские разработки, это инновационный опыт педагогов нашей республики, лучший опыт. Конечно, проводился конкурсный отбор. На сегодняшний день на сайте мы можем увидеть 12 таких вот базовых тем, которые разработаны с учетом этнокультуры.